Серая шейка Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнут от разных случайностей. Вообще было о чем серьезно думать. Серьезно, большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась в дорогу с важным видом, осознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники. Кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам. С такой быстротой точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа. Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода. «И куда эта мелочь торопится?» — ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?» «Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты», — объяснила его жена, старая утка. «Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне. И больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем». Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась. «Ты посмотри на других-то, лентяй. Вон наши соседи. Гуси или лебеди?» «Люба на них посмотреть. Живут душа в душу. Небось, лебедь или гусь не бросит своего гнезда. И всегда впереди выводка. Да-да, а тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб, лентяй одним словом. Смотреть-то на тебя даже противно». «Не ворчи, старуха. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки. Я не виноват, что гусь — глупая птица, и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему». Селезень любил серьезные рассуждения. Причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучший всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю. «Какой-то отец!» — накинулась она на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти». «Ты это о серой шейке говоришь? Что же я могу делать, если она не может летать? Я не виноват!» Серой шейкой они называли свою коллегу-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку — лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. «Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку одну», — повторяла утка со слезами. «Все улетят, она останется одна денешенька». «Да, совсем одна». «Мы улетим на юг в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть, ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою серую шейку». «Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе». «А другие дети?» «Те здоровы, обойдутся и без меня». Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о серой шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? «Ну, останется, ну, замерзнет. Жаль, конечно, все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно думать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно». Селезень про себя жалела жену, но не понимал в полномерии ее материнского горя. «Уж лучше было бы, если б тогда лиса совсем съела серую шейку, ведь все равно она должна погибнуть зимою». Старая утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» – спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе». Для утешения, начинавшей задумываться серой шейке, мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами. «Как-нибудь, милая, пробьешься», – успокаивала старая утка. «Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если б можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда. Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно нам не перенести тебя туда». «Я буду все время думать о вас», – повторяла бедная серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль, милой, бедненькой серой шейке. Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания. И ей казалось, что она даже совсем их не любит. А как быстро летело время, был уже целый ряд холодных утренников, а от иния пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река оказалась больше, потому что берега оголели. Береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало. И который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую шейку больше всего огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз жало сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю. Как им должно быть хорошо, думала серая шейка. Лебеди, гусь и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости. Одна серая шейка не могла принимать участие в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делась? Приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла, вода для нее составляла все. Нужно отправляться, пора, говорили старики-вожаки. Что нам здесь ждать? А время летело. Быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реке сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзает целую зиму». Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой утки изболелось все сердце, глядя на бедную серую шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется. Но как останешься, когда есть другие дети, и нужно лететь вместе с косяком? Ну, трогай, громко скомандовал старый вожак. И стая поднялась разом вверх. Серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. «Неужели я совсем одна?» — думала серая шейка, заливаясь слезами. «Лучше бы было, если бы тогда лиса меня съела». И. Продолжение следует...